Корневой сельдерей, выращивание и уход. Благодаря полезным качествам и положительному влиянию на организм человека, сельдерей давно заслужил уважение и популярность среди поклонников здорового образа жизни и не только. В пищу можно употреблять корень черешки и зелень сельдерея. Существует множество рецептов с использованием корнеплода, его добавляют в салаты, запекают, отваривают, можно приготовление фреша. Каждому блюду этот овощ придает особый вкус, аромат, добавляя некой пикантности. Особенно полезен сельдерей, благодаря своему составу. В нем содержатся уникальные аминокислоты, кислота никотиновая, каротин, микроэлементы, кальций, бор, железо, цинк, маний, марганец. Витамины группы А, ВЦ, ЕК. Сельдерей оказывает положительный эффект вреди обиде, проблемах в работе желудка, мигренях, болях в суставах при нарушениях водного. Баланс о расстройствах нервной системы. Кроме того, овощ отлично поднимает тонус всего организма, способствует повышению качества умственной и физической функциональности. Несмотря на все достоинства сельдерея, на наших дачах его можно встретить довольно редко. Такую тенденцию агротехники объясняют сложным и щепетильным процессом выращивания, незнанием, как вырастить сельдерей правильно. Ведь легче купить готовый овощ, чем тратить свои силы и терпение на уход за данной культурой. Корневой сельдерей следует помнить. Польза покупного сельдерея несравнима с пользой корнеплода, выращенного на домашних участках. Сельдерей, хотя и попал к нам из теплых стран Средиземноморья, хорошо растет на всей территории нашей страны, даже в Сибири и на Урале. Не говоря уже о Подмосковье и южных областях. Да и сам процесс выращивания не настолько трудный, как может показаться на первый взгляд. Стоит только разобраться в некоторых тонкостях и особенностях агротехники корнеплода. Особенности агротехники Одна из главных особенностей, которую следует учитывать перед тем, как сажать данный овощ, правильный выбор места будущей посадки. Сельдерей Светолюбивое растение Хорошо растет в водородных, легких грунтах с рыхлой структурой. Подходит для посадки сельдерея с уписаной, либо с углинистой почвой с невысокой до 7 рН или нейтральной кислотностью. Самый лучший вариант для выращивания корневого сельдерея – открытое солнечное место с возможностью регулярного увлажнения. Следует помнить, при всей своей любви, поливу корнеплода не выносят излишней влаги. При наличии тяжелых грунтов, склонных к намоканию, нужно позаботиться о дренаже. Размножение культуры Стоит хорошо изучить вопрос сельдерей, как выращивать и ухаживать для получения качественного продукта. В природе различают и несколько видов сельдерея – листовой, черешковой и корневой. Они немного рознятся своим предназначением и особенностями внешнего вида, но принципы ухода практически одинаковые. Первое, что нужно знать о процессе выращивания корневого сельдерея – растение размножается с помощью семян. Данный овощ – растение двухлетний. На первый год растет зелень, стебли, корешок. На второй год формируется соцветие, в котором созревают семена. Именно эти зернышка, хорошо дозревшие, аккуратно собранные, могут стать основой будущего урожая. Можно приобрести семена в магазине. При этом нужно внимательно изучить информацию о качестве, сроках, годности и периоде созревания сорта. Лучше выбирать раннеспелые сорта с крупными корнеплодами. Раннеспелые сорта посев семян сельдерея Корневой сельдерей выращивается рассадным методом. Это обусловлено долгими сроками спелости. Вегетационный период может достигать 200 дней. Кроме того, семена сельдерея чувствительны к окружающей среде и при неблагоприятных условиях могут не прорасти. Процесс выращивания и ухода за корневым сельдереем начинается с посева семян. Так как семена пропитаны эфирными маслами, срок их прорастания может растянуться на месяц. Для ускорения этого процесса, перед тем, как посеять их, предварительно проращивают, выдерживают сутки в чистой воде или в увлажненной салфетке. Дополнительно семена можно обработать слабым раствором марганцовки. При выполнении данных действий всходов можно ожидать уже за неделю. Сеть сельдерей корневой следует период с первой декады февраля по вторую декаду марта, за 70-80 дней до высадки в открытый грунт. Следующим этапом посева семян является подготовка почвы. Можно купить готовую торфанную смесь или подготовить самому. Для сельдерея отлично подходит смесь хорошей садовой земли с торфом, перегнуем, древесной злой песком. В качестве подкормки в грунт можно добавить ложку мочевины. Подкормка сельдерея на дно емкости, в качестве дренажа, высыпается шар песка с мелкими камешками. Добавляется остальная почва, хорошо увлажняется. Как только семя начинает прокловываться, на поверхности грунта делаются неглубокие канавки с промежутком в 4-5 см. Высеиваются семена, покрываются легким шаром песка. Некоторые садоводы рекомендуют сии зерна на тонкий шар снега, тогда можно разместить семена равномерно, а снег тая подпитывает. Их затягивает на нужную глубину. Завершается этап посева сельдерея прикрытием емкости пленкой для создания парникового эффекта. Оптимальным условием для проращивания семени является температура 20-22 градуса. Когда появляются первые всходы пленку следует снятие емкости переместить в солнечное место, а температуру воздуха обязательно снизить до 15-17 градусов. Нужно регулярно увлажнять почву методом опрыскивания. В период, когда появятся 2-3 листика, рассада пикируется и пересаживается в отдельной емкости. Перед тем, как сажать сельдерей, корень прищипывается на третью часть длины. Саму рассаду сажают в почву до половины подсемидольного колена. По завершению пикирования растению несколько дней следует избегать римово-солнечного света. Сельдерей посадка и уход спустя неделю после того, как посадили сельдерей в отдельные горшечки, приходит время подкормки. В качестве первого удобрения можно использовать раствор нитрофоски 1 чайная ложка на 10 литров воды. При необходимости процедуру можно повторить до 3 раз с промежутком не менее 10 дней. Чтобы не обжечь ростки, необходимо их промыть простой водой, можно использовать сито. За 7-10 дней до того времени, когда планируете высаживать сельдерей в открытый грунт, рассаду следует поддавать закалки. Для этого росточки помещают на свежий воздух каждый день, увеличивая период пребывания на улице от нескольких часов до целых суток. Сельдерей посадка и уход в открытом грунте с наступлением весны и стабильного тепла. А пора разобраться, как можно вырастить сельдерей в открытом грунте. Чтобы ростки сельдерея можно было сажать на грядку, они должны достигнуть 15 см роста и сформировать до 5 листиков. Начинать высадку рассады следует не раньше второй декады мая, когда возможность заморозков минимальна. Важно помнить, рассада сельдерея очень чувствительна к низким температурам. В результате ее воздействия вместо формирования кочерыжки выпускается стебель в виде стрелы и будущий урожай становится под угрозой. Перед тем, как сельдерей сажать на грядку, нужно предварительно ее подготовить, желательно осенью. Для этого выбирается солнечное место, скапывается и удобряется перегноем, золой и курином пометом. Можно внести также калийные, азотные и фосфорные удобрения. Садить рассаду следует в хорошо увлажненную почву вечером или в прохладный день. Если существует возможность ночных заморозков, можно накрывать растения банками или пластиковыми бутылками. Высадить сельдерея лучше по схеме 30 звездочка 40. Не нужно высаживать рассаду слишком глубоко, это может спровоцировать интенсивный рост боковых листьев. Совет. Сельдерея лучше всего будет расти после томатов, капусты, бобовых. Не следует сажать корнеплод после петрушки, моркови, укропа. Хорошо влияет на рост сельдерея и соседство картофеля, лука, чеснока. Уход за культурой и процесс ухода за сельдереем не такой кропотливый, как выращивание рассады, но тоже имеет нюансы полив. Сельдерей. Влаголюбивое растение требует регулярного увлажнения. Но во всем следует знать меру, замачивать его тоже нельзя. Взять уход за почвой, регулярное рыхление, мульчирование, избавление от сорняков, подкормка. Удобряют сельдереи 3-4 раза за сезон раствором куриного помета, навоза. Можно использовать комплексные удобрения. В июле вносят суперфосфат 25-30 грамм. На квадратный метр и раствор борной кислоты. Особенность. Сельдерей не нужно окучивать. Даже, наоборот, в конце лета следует отгребать землю с корней плода, отрывать боковые листья и обрезать лишние корни для формирования. Крупного плода красивого товарного вида. Болезни и вредители урон будущему урожаю могут нанести некоторые заболевания. В борьбе с ними следует применять специальные средства, следуя инструкции Септориост фундазол, Топсилам, Ржавчина, Фитоспорин, М, Циркоспориос фундазол. Вредители, способные нанести вред сельдерею. Морковная муха посыпается сухой горчицей табачной пылью. Сельдерейная муха нужно вовремя пропалывать грядку. Бобовая тля используется настой из черешков, одуванчик или цитрусовых корок. Сбор урожая. Собирать урожай нужно поздней осенью, до конца октября. Корнеплод выдерживает заморозки до минус 3 градусов. Следует вытащить сельдерей из грунта, аккуратно очистить от лишней земли, обрезать листья, оставив 2 см ботвы. Хорошо просушенный сельдерей хранится в рахладном, сухом и темном месте, можно в огребе. Не теряет свои товарные качества практически до лета. Сельдерей является источником полезных веществ, необходимых для организма. И хотя процесс выращивания корнеплода достаточно кропотливый, требует терпения и трудолюбия, определенных знаний, результат стоит того. Получив хороший урожай, можно обеспечить себе и свою семью нужными витаминами и минералами на весь зимний-весенний период. Субтитры создавал DimaTorzok